Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Сегодня мы расскажем о Наталье Варлей на съемках Кавказской пленницы и покажем интересные фото. На постсоветском пространстве комсомолку-красавицу Наталью Варлей знает каждый человек. Озорная студентка из комедии Гайдая, Кавказская пленница, буквально пленила сердца миллионов с первых минут фильма. Сама Наталья говорит, что во время работы случались и забавные моменты, и неприятные ситуации. Наталью выбрали для съемок в картине из более чем 500 актрис. Именитые дивы, такие как Фатеева и Кустинская, проиграли Наталье. Роль досталась ей. Режиссер увидел в Варлей ту, кого искал – энергичную, красивую, веселую Нину. В паре с Александром Демьяненко, который сыграл Шурика, Наталья смотрелась отлично. Несмотря на то, что она была чуть ли не самой младшей в съемочной группе, со всеми участниками съемок у нее сложились теплые отношения. Правда, был и неприятный момент, который Наталья решилась озвучить только спустя 40 лет после выхода фильма. К ней приставал Леонид Гайдай. Случилось это после застолья по случаю дня рождения Шурика. Гайдай провел актрису до номера и остался поговорить о грядущем съемочном дне. В этот момент в номер зашла жена режиссера Нина. И хоть ничего между Натальей и Леонидом не происходило, Наталья почувствовала жуткую неловкость. Нина, естественно, приревновала мужа к молодой артистке и стремительно покинула номер. Наталья настояла, что и режиссеру следует его покинуть. Как раз в этот момент Гайдай и попытался поцеловать Наталью. Сохранить достоинство актрисе помогла хорошая физическая подготовка. В прошлом артистке цирка Наталье хватило сил вытолкать режиссера в коридор. Об этом инциденте ни Гайдай, ни Варлей не вспоминали. А вот перед супругой режиссера Наталье было стыдно еще долго, хоть между ней и Леонидом ничего и не было. Другой досадный для артистки инцидент связан с озвучиванием картины. После съемок режиссер принял решение, что голос Натальи не подходит и его необходимо заменить. Любимая всеми Надежда Румянцева, которую выбрали для озвучивания Нины, всеми силами старалась замаскировать свой голос и скопировать интонации Варлей. Конечно же, зрители сразу узнали Румянцеву по голосу. Такой удар в спину очень расстроил Наталью. Она признается, что абсолютно не понимала причины переозвучки и почему до последнего момента ее голос всех устраивал. Даже знаменитую песню про белых медведей пела Аида Ведищева. Актрисе исполнение не доверили. Такие перестановки привели к множеству слухов, мол, циркачка не умеет ничего. Кроме милой внешности, зрителя ей зацепить нечем. В свете тех событий Наталья даже начала сомневаться в своих актерских способностях. Много лет спустя, уже перед смертью, Гайдай признался, что пожалел о своем решении переозвучить Нину. Когда картина была уже готова к показу, он с первых минут понял, что прогадал. Да и голос у Наташи вполне подходил для ее персонажа. Кстати, Варлей – профессиональная гимнастка. Она училась в цирковом училище, выступала с акробатическими номерами. В картине «Кавказская пленница» студентка Нина не один раз должна была проявлять чудеса ловкости. Нырять в горную реку, лезть по скалам. Для юной артистки такие задачи не составляли труда. Она просто покорила режиссера своей открытостью, смелостью и раскрепощенностью. Так и вошла в мир кино Нина – студентка-комсомолка, черты которой постоянно приписывают самой актрисе. А вам нравится актриса Наталья Варлей? Как часто вы пересматриваете фильм «Кавказская пленница»? Напишите об этом в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился и был полезен, поддержите нас лайком и подпиской на канал.